Привет, с вами Велсиком, сегодня второй день Е3, я вам хочу рассказать обо всех конференциях, выставках, мероприятиях, играх, которые мне удалось посмотреть, пощупать, в общем, все самое интересное. И в этот момент я понимаю, что многие из вас думают, что на Е3 показывают трейлеры, ролики, и люди, которые ездят на выставку, они видят ровно то же самое, что вы на Ютубе. Это абсолютно не так. В закрытых комнатах разработчики показывают, дают попробовать, и люди, которые ездят на выставке, видят намного больше вас. Поэтому мой опыт, он чуть побогаче. И я могу вам рассказать и Киберпанк, и FIFA 20, всевозможных Ubisoft играх и прочее-прочее. А главное, Project Scarlet Xbox новый! С него и начнем. Поехали! А приехали мы на Е3 2019. Благодаря нашим друзьям Aviasales лучший сервис для поиска и покупки билетов. Им не просто нужно, чтобы вы перешли по ссылке. Они реально продают билеты, поэтому у них есть огромное количество опций. И действительно классный сервис. Мы с помощью них нашли лучшее предложение, сэкономили деньги, прилетели сюда и сэкономленное потратили в Лос-Анджелесе. Покупайте билеты с умом, пользуйтесь Aviasales. Ссылка в описании. Первое, с чего хочу начать, это Project Scarlet и вообще презентация Xbox. Конечно же, у Xbox и Microsoft был некий карт-бланш. PlayStation в этом году не приехала. Впервые за какое-то там большое количество лет они пропускают Е3. И казалось бы, Xbox, ребята, берете все в свои руки и презентуете красиво-здорово. Мне презентация в целом понравилась. Было очень много классных анонсов. Но, по общему впечатлению, это все-таки не победа Xbox, потому что самым запоминающимся выходом и вообще событием во время презентации Xbox стало появление Киану Ривза, который станет лицом и героем в Cyberpunk 2077. И это немножко странно, но потому что показывали много всего интересного. И гибридное облако X-Cloud, и купили студию, и вообще у нас дофига эксклюзивов. И экстеншн для, например, какого-нибудь замечательного Forza 4 Horizon. Теперь можно играть в лего-машинки, все здорово. Но ты сидел такой, типа, мэээ, хочу что-нибудь еще. И под конец, конечно же, показали Project Scarlet. Это новый Xbox, который пока тизернули в виде... Ну, конечно же, мы работаем. Конечно же, как и Sony, мы делаем консоль следующего поколения. Она, конечно же, будет поддерживать 8К, 4К 120 FPS, там будет SSD, бла-бла-бла. Новый кастомный чип от AMD и прочее-прочее. И ты такой, ну, конечно, это все очевидно, но это пока похоже на просто мощный ПК. Что там будет интересного? Пока не рассказывают. Поэтому ждем уже следующего E3. В 2020 году будет реально жарко. Там и PlayStation 5, и новый Xbox, и, возможно, Switch. Я очень верю, что Nintendo что-нибудь нам покажет. И, в общем, вот как-то вот так. И мы, опять же, приходим к мысли, что эта E3 прошла под знаменами, знаете, дожить до 2020 года. Все большие анонсы, все интересные события переезжают на следующий год. Несмотря на это, огромное количество игр выйдет и этой осенью, и следующей весной. И здесь нам, конечно же, Death Stranding, и, я не знаю, какой-нибудь Star Wars замечательный, который Jedi Fallen Order. И, конечно же, Call of Duty Modern Warfare замечательная, и бла-бла-бла. А в следующем году там и Cyberpunk, ну, может быть, его отодвинут, и многое-многое другое. Но, давайте так, Project Scarlet пока вилами по воде. Больше мне понравился, на самом деле, Xbox Elite Controller второго поколения. Вот это прямо было мощно. Это крутая штука, мне дико нравится Xbox Controller, поэтому я очень рад, что на iOS теперь есть поддержка. С выходом 13-й версии в сентябре мы сможем подключить Xbox Controller DualShock и кайфовать. Но об этом мы поговорим как-нибудь потом. Я пытаюсь свои сумбурные мысли собрать в какое-то понятное вообще логическое повествование. И понимаю, что Xbox был обо всем и ни о чем. Нет чего-то такого, чтобы я сказал, пацаны, раз, два, три. Project Scarlet, да, как-то вот так. Поэтому мы переходим к второму нашему событию. И это, как это ни странно, Witcher на свече. А если их объединить, получится свечер. И Project Red анонсировала Witcher 3 на свече. Работать он будет в 480p, не знаю, но в каком-то очень смешном разрешении. В док-станции гибридно будет повышаться разрешение до 720p. На самом деле из свеча выжмут вообще все соки. И я посмотрел дебютный трейлер. И, в общем-то, выглядит, ну, конечно, позорно немножко. Но пройти Ведьмака можно будет еще. Более того, я, скорее всего, куплю игру, чтобы просто поддержать наших польских друзей. Конечно же, в это сам играть я не буду. Но им нужны деньги на Cyberpunk 2077. Им нужно сделать хорошо. Поэтому, если что, поддержите парней рублем. Собственно, посмотрел Cyberpunk 2077. Это было гайдед демо, как и в прошлом году. При нас играли, причем на DualShock. И я делаю некий вывод, что это, наверное, была PS4 Pro. Может быть. А может быть просто ПК с подключенным DualShock'ом, не знаю. Но выглядело все очень симпатично. Лучше, чем в прошлом году местами. Это уже больше похоже на игру. Сделано было все антуражно, красиво. Ты приходишь в специальное место. Там бар, все, неон. Значит, ты сразу проникаешься в атмосферу Cyberpunk 2077. Но, вы знаете, какая штука? Это была середина игры. Просто вырвали миссию. Немножко было скучновато. В прошлом году выглядело как-то пободрее. Показывали много всяких геймплейных историй. В этом типа просто стандартный квест. Причем, я думаю, что даже не обязательно по основной линии. Может быть, какой-то сайт нам показали, чтобы не оспойлерить особо. И я не кайфанул. Вот не кайфанул. Не знаю, почему. И очень странное было освещение. Я почитал всякие IGN и прочие сайты и классных ребят, которые делились своими мыслями о непосредственно гайде демо. И никто не написал про графоний. А мне показалось, что его реально очень сильно даунгрейднули с одной стороны. Но с другой не было теней в том виде, в котором мы привыкли это наблюдать. И что-то было странное с освещением. Я думаю, что ребята пилят уже Ray Tracing. Я думаю, что он будет поддерживаться на ПК. Я думаю, что Cyberpunk 2077 переедет непосредственно на консоли следующего поколения. Возможно, их, конечно же, релизнут на текущее. И потом еще и сдадут какой-нибудь Complete Edition на, собственно, PS5 и Xbox следующий. И это круто. Но в любом случае, играть, наверное, в Cyberpunk лучше всего будет на ПК. Потому что там самая мощная картинка. Там, соответственно, потом, может, какие-нибудь моды подъедут. Кайфанул как надо. Ну и, конечно, покупать Cyberpunk надо на gog.com. Потому что все 100% денег без комиссий улетят ребятам в Польшу. Но Cyberpunk это в любом случае главное событие, наверное, выставки. До сих пор очень круто. Ждем в следующем году. Надеемся. Но я верю в то, что это все, скорее всего, переедет туда куда-нибудь на Holidays 2020. FIFA 20. Уже который год подряд EA до непосредственно старта E3 проводит свою конференцию, которая называется EA Play. И на ней показывали все продукты издателей. И там было много всего. От Madden NFL очередного до Sims 4, хрен пойми чего. Меня заинтересовало две игры. Первая это FIFA 20. И вторая Star Wars Jedi Fallen Order. Начнем с футбола. Это все та же FIFA. К сожалению, пока никаких конкретных изменений не видно. Билд, который показывает на каждой E3, сильно отличается от того, что релизят. Например, он сильно медленнее. И геймплей такой тягучий, вязкий, очень такие долгие анимации. С одной стороны, это круто. Но, знаете, какая штука? Выходит игра, она более-менее отличается от того, что мы видели. Потом игроки начинают орать, типа, с одной стороны мы хотим новое, с другой стороны дайте нам то, что было раньше. И EA просто меняет патчами баланс. И все приходит к тому, с чего мы, блин, начинали. Это грустно. Показали стрит-футбол, новый режим. Его не дают поиграть, и это странно. Вообще, очень странная демка, потому что непосредственно на E3 можно сыграть в финал Лиги Чемпионов. При этом в ростере нету Тоттенхэма. Есть Ливерпуль, но нет Тоттенхэма. Как так вы вообще можете делать, ребята? Но при этом геймплей мне понравился. Графонии чуть-чуть подтянули лица. В остальном все та же FIFA. Если не будет серьезных изменений в Ultimate Team, а я думаю, что анонсируют это уже на Gamescom, то я очень сильно расстроюсь. Что ты орешь-то? Star Wars Jedi Fallen Order. Показали 15-минутный геймплей, но на самом деле непосредственно на выставке демонстрировали чуть больше круче. Я этого не видел. На Star Wars я не попал. Но вы знаете, мне игра в целом, наверное, заходит. Я с большим удовольствием прошел Force Unleashed, с большим удовольствием прошел Force Unleashed 2. Я в какой-то момент вообще потреблял весь вот этот джанк-фут по вселенной Star Wars. Типа какая бы игра сраной ни была, если там есть Лайтсейбер, можно Force Push'ить всяких, не знаю, там, штурмовиков, то мне ок. И в этом смысле игра дает мне ровно то, что я жду. Единственное, меня уже подзаколебал сеттинг. Вот это вот, снова мы, значит, должны императора свергнуть. Дайте мне игру по вселенной The Old Republic. Ну, дайте мне какой-нибудь новый сеттинг, чтобы я какую-то новую ветку получил. Потому что вот это все одно и то же, оно по одному и ту же музыку. Уже просто бля. Но при этом я верю, что ребята из... О, Респаунд Геймс, они справятся, потому что у них есть хороший бэкграунд, потому что, ну, игра, судя по всему, давно в производстве. И когда она выйдет в конце этого года, хочется верить, что мы с вами кайфанем. Но пока неоднозначно. Call of Duty Modern Warfare. Производство Infinity Wars, друзья мои. Возвращаемся к истокам. Говорят, что в студию вернулось огромное количество людей, которые работали над оригинальной колдой. Вот это все. И там вроде как будет сюжет. Мы с вами в прошлом году этого лишились. Я, на самом деле, несмотря на всю клюквенность, несмотря на всю эту вот историю с колдой, сюжет всегда играл. Мне нравилось. Мне не нравилась механика самой Call of Duty. В современном мире она смотрелась уже немножко потешно. И ребята это тоже поняли. Пришли такие, говорят, мы сделаем хорошо. Анонсировали игру до Е3. Показали красиво это все журналистам. Не дали им никакого материала. Сделали тизер на полторы минутки. И с тех пор ничего больше в массы не уходило. Здесь непосредственно за закрытыми дверьми давали посмотреть, ну, вот этот более расширенный геймплей. Там несколько миссий. И в целом это, ну, окей. Это окей. Потому что, мне кажется, это немножко в сторону, опять же, от того, что раньше делал Activision. По игре очень мало информации. Наверное, это тоже круто. Потому что мы с вами привыкли всегда, когда выходит анонс игры. С ней же вылетает огромное количество роликов, геймплея, CGI и так далее. А здесь все дают дозировано. И я вам хочу сказать, то, что я видел, это круто. Во-первых, у Activision была офигенная совершенно будка, где все это демонстрировали. Вот такая вот канистра MMDM, с которой ты мог просто совком зачерпывать. И это было круто. Ну и, конечно же, сам геймплей. Это очень похоже на ранний Rainbow Six. Это похоже на ранний, не знаю, SWAT была такая игра. И я прям кайфанул от миссии, где ты просто идешь и зачищаешь этаж за этажом, убиваешь террористов, причем женщин, практически детей. Короче, дичь, дичь. Я не видел миссию, где еще и там стреляют, вообще какие-то страшные вещи происходят. В смысле того, что там разработчики пытаются показать войну без прикрас. Они говорят, мы хотим обуть вас в солдатские вот эти боты и пустить на войну, на современную войну, где нет наших, ваших, хороших, плохих. Есть война. И я думаю, что из-за этого бомбанет, как положено. Я ставлю на то, что либо Modern Warfare вообще не выйдет в Россию, либо пару миссий вырежет, как это уже бывало. Но потому что ребята решили по-взрослому подойти. Отличается геймплей, это совсем другая колда. Наверное, впервые за всю историю серии это самый такой мощный разворот. И это круто. А сейчас я порву вам шаблон вообще нахрен, потому что самое крутое впечатление от выставки и самая классная игра, которую я посмотрел, это Call of Duty Mobile. Я прям так кайфанул. Это прямо вообще. Они взяли лучше от Black Ops, они взяли лучше от Modern Warfare, все это соединили. Они дают тебе, пожалуйста, хочешь играть в несчастный Battle Royale, там FPS, TPS, выбирай, играй как хочешь. А можешь по классике Deathmatch, Capture the Flag, вот эти все режимы. Есть у тебя 5 минут, залетел и поиграл. И самый кайф в том, что все эти карты, которые были проверены годами, типа Nuketown, там тоже будут. И вы знаете, офигенное управление, офигенный графоний. Да, фри-то-плей, да, донат, да, все грустно, но вот как игра мне зашло. Я планирую занести в нее тысяч пять рублей и играть с удовольствием. Это прям офигенный сессионный шутер на пять минуточек. Это прям мне вот очень понравилось. Я ровно получил то, чего ждал. Это прям красавец. В этом моменте мы понимаем, что на E3 огромное количество игр, и как человек увлекающийся, я сам не могу посмотреть все. Ну, потому что не все мне нравится, не везде я успеваю. Например, Final Fantasy VII Remastered или как там, ремейк. Да, мне как-то не очень. Но у нас есть Илья Овчаренко, который со мной сюда приехал, и он говорит, он просто вообще... Поэтому ему слово пускай расскажет, в чем прикол. Спасибо, Валентин. Короче, да, Финалка, это вообще моя первая ролевая игра, в которую я играл. Седьмая часть, то, на что для меня, не знаю, все, что в принципе происходило в игровом мире за все эти годы, не сравнится с тем, что такое Final Fantasy VII Remake. Причем это абсолютно новая игра, которая зайдет людям, которые вообще никогда не слышали даже про Final Fantasy, потому что это и прекрасный сюжет, и супер-графика, и бои. Теперь уже не так, как раньше с этими табличками, а полноценные как бы полу-рил-тайм бои. Все персонажи, все то, что раньше подавалось странными, стераморфингом, фигурами из японских мультиков, теперь как бы абсолютно совершенно по-другому. Теперь это полноценные срежиссированные сцены. Короче, друзья, это реально новая игра, и это моя новая любимая игра, которую я уже, казалось бы, семь раз проходил, и Золотого Чукова доставал, и всяких вот этих вот вэпонов убивал и так далее, но теперь все заново. Это, знаете, такое своего рода венчание, как бы вообще в целом игровой карьеры, потому что та финалка играла в 97-98 году, а сейчас, спустя 20 лет, на уже, в том числе, видимо, и на новом поколении консолей, тот же Клауд, тот же Сиферос, та же Тива и те же все самые персонажи. Я просто в радости и в счастье. Второй момент, который я хотел рассказать, то, что на бейджике с Е3, это вообще выставка, на которой вы представляете себе огромный стенд Final Fantasy. То, что я выставил вообще в очереди, на то, чтобы сфотографироваться на мотоцикле Клауда. Это вообще первый раз в мою карьеру. И, опять же, на этой выставке, на главном бейджике, который это, реклама Sega Genesis, главной, на самом деле, консоли наших детских лет, школьных годов и так далее. Вы играли во все, от Соника до Суперпроботектора, и теперь во все вот эти игры, теперь уже в HD-разрешении, можно будет поиграть у себя. Ну, конечно, понятно, что пару раз запустил, поставил на полку и забил на это, но приятно. Там стоит уже Супер Нинтендо, там стоит старая NES, там стоит PlayStation 1, которая, я считаю, абсолютно культовая, на которой, кстати, можно поиграть в ту самую оригинальную Final Fantasy VII. И теперь будет Sega. Ну, в конце концов, гики мы или кто? Я лично, да. Валентин, да тоже гик. Просто как бы в это я его научу играть. Е3 в следующем году увидимся. В этом моменте хочу донести до вас мысль, что игр на Е3 было показано куда больше, чем я могу рассказать за час или два. Их реально огромное количество. Я лишь рассказал о том, что мне понравилось, что меня зацепило, что было интересно, и во что я смог поиграть, посмотреть что-то большее, чем непосредственно трейлер на YouTube. И это было круто. Е3 2019 прошла еще раз под лозунгом «Дожить до следующего года». Но при этом это все равно игры, это фан, это весело, это Лос-Анджелес, это все, что мы с вами любим. Так что пишите в комментариях, какая игра зашла больше всего вам. Может быть мы про нее расскажем как-то более подробно, когда она выйдет непосредственно. Пишите в комментариях, что вы вообще думаете о следующем поколении, что должно произойти в PlayStation 5 и в Xbox следующего поколения, чтобы они стали не просто мощными, дешевыми ПК, а принесли что-то новое, интересное. Гибридные облака, игры везде. Мне эта тема нравится, и об этом я думаю, что запишу отдельный ролик, потому что стадия здесь также была от Google, Apple Arcade скоро выйдет, и игры будут везде, друзья мои, разве что и на Чайнике, и на Тесле тоже можно будет играть, почему нет. Так что совсем скоро мы с вами увидимся и еще не раз поговорим про игры. Я не прощаюсь, встретимся в интернете. Субтитры создавал DimaTorzok